Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области по материалам, предоставленным региональному ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении председателя Кимрской городской думы Тверской области Максима Литвинова, а также двух жителей Тверской области. Данные лица, в зависимости от роли каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5, статьи 33, части 2, статьи 285, части 2, статьи 285 Уголовного кодекса РФ, это злоупотребление должностными полномочиями, а также пособничество злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, в период декабря 2010 года по декабрь 2011 Литвинов, являясь главой города Кимры, злоупотребляя должностными полномочиями и действуя из корыстной заинтересованности, передал подконтрольному лицу в аренду сроком на 49 лет земельный участок якобы для дальнейшего строительства на его территории торгово-развлекательного центра. При этом Литвинов знал, что передача участка необходима для последующего переуступки новому арендатору, но уже на более высокой стоимости. Для совершения данного преступления Литвинов вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми, одна из которых в указанный период являлась председателем комитета по управлению имуществом города Кимры, которые уже и организовали заключение договора аренды земельного участка, оплата которой составила в год более 2 млн. рублей. Однако до настоящего времени в адрес администрации города Кимры данные денежные средства перечислены не были. Впоследствии знакомая Литвинова переуступила право аренды участка одному из закрытых акционерных обществ, получив за это 18 млн. рублей, 8 из которых перечислила на расчетный счет открытого акционерного общества, ушедителем которого является супруга Максима Литвинова. Таким образом, в результате преступных действий подозреваемых муниципальному образованию города Кимры перечинен ущерб в размере 18 млн. рублей. В настоящее время подозреваемые в совершении данного преступления задержаны. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меропресечения в виде заключения под сражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.